МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не остановила даже холодная погода. Сотни полуношников оккультурились в рамках традиционной ночи музеев. Итак, в Барнауле частично включили отопление. Об этом сообщил сегодня официальный сайт Краевой столицы. Батареи стали теплыми в 25 детсадах и 20 медучреждениях, которые расположены по контурам ТЭЦ-2 и МУП-энергетик. Подачу отопления возобновили по просьбе руководителей социальных учреждений. При этом в больницах и детских садах самого густонаселенного района Барнаула, индустриального, по-прежнему холодно. Дело в том, что они относятся к контуру ТЭЦ-3, где включить отопление сейчас невозможно. Уже идут гидравлические испытания сетей. Добавим, в этом году отопительный сезон в Краевой столице начался и завершился на неделю позже, чем в прошлом. Но вот тем временем в немецком национальном районе начинают масштабную подготовку к будущей зиме. Людей призывают устанавливать в домах печи. Жители села Шумановка получили письма с предупреждением о закрытии местной котельной. При этом до сих пор неизвестно, когда начнут ремонтировать котельную в соседнем селе Кусак. Анастасия Дороган побывала в муниципалитете, который едва ли не больше всего пострадал от нынешней аномально холодной зимы. Опломбированный замок. Жители Шумановки не верят своим глазам. В поселке, где живет больше тысячи человек, закрыли один из основных объектов инфраструктуры – котельную. Муж вышел и говорит, а там машина стоит, уже вывозят. Они погрузили уже в одну машину насосы, там моторы, вот это все. А здесь на улице лежали ящики с подшипниками, ну, все инструменты, все запчасти. А мы еще спросили, зачем? А у вас здесь все разворуют, типа в том году у вас все здесь украли. Об имуществе действительно стоит позаботиться. В письмах за подписью главы района объясняют, котлы и оборудование выработало свой ресурс, и этой зимой объект функционировать не будет. Тысячи жителей, большинство из которых пенсионеры, советуют перейти на автономный источник питания. Петр Клюмп на свою удачу печь установил еще осенью, потратил 50 тысяч рублей. И почти столько же отдал за само тепло. Центральное плюс печное. Из-за холода топило ее ежедневно. В доме Любови Бочкаревой сейчас обогреватели. А зимой центральное отопление не прогревало, воздух выше плюс семи. Она, ну, свое изжила печь. Ее нужно снимать и ставить. Потому что рвет вот это вот все. Что-то не так сделано. Топить естественно я не могу. Я не могу расчистить дорожку, чтобы туда к углю, да к дровам, да. Я не могу принеси. Когда была на приеме у главы района, я задала ему этот вопрос. Говорят, у меня есть учители, которые не могут в финансовом затруднительном положении для того, чтобы доставить себе печень котелка. Глава сказала, что будет ходатайствовать наш фонд «Алтай». Это организация поддержки российских немцев о критике под маленький процент. Разговор шел о мини-котельной. Образование со скольбот будет подключено к ним. С опасением ждут грядущую зиму и в селе Кусак. В феврале, когда из-за коммунальной аварии чинили котлы и размораживали сети, без тепла оставались полтысячи человек. В конце марта специальная комиссия должна была оценить состояние котельной и дать ответ, сохранять объект или нет. По официальной информации ее не закрывают. Но когда начнется ремонт, не знают даже в администрации Кусака. А в поселке Орлово надеются, что предстоящей зимой в деревню вернутся и культура, и спорт. Минувшей осенью организация, обслуживающая большой досуговый центр, ДК, библиотеку, спортзал, отказалась от объекта. Конечно, была большая работа проведена с районом. Пока мы работали над этим вопросом, пришло время, когда уже начались морозы, и оно просто-напросто начало все трескаться, и батареи пришли в негодность. Когда район возьмет ДК на свой баланс, и возьмет ли, в принципе, неизвестно. В просьбе пояснить ситуацию с Орлово и в целом с отопительной сферой муниципалитета, глава района Эдуард Винтер нам отказал. Получить эти ответы мы рассчитываем через официальный запрос. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. В Бийске решили повременить с отключением горячей воды. Из-за холодной погоды начало гидравлических испытаний сдвигали уже несколько раз, сообщает бийский рабочий. Сначала их назначили на 14 мая. Затем на сегодняшний день. Следующая дата – 28 мая. Между тем, отопление в Наукограде отключили еще 27 апреля. При этом собственники и сейчас могут принять решение о возобновлении подачи тепла. В Барнауле фонтаны продолжают бить из-под земли. Новый порыв теплосетей произошел сегодня рядом с домом по улице Молодежной 51. Первыми на инцидент отреагировали пользователи социальных сетей. В популярном городском интернет-сообществе появилось видео, на котором видно, как вода сочится из трещин в асфальте. Однако на момент прибытия нашей съемочной группы место было огорожено, вода перестала течь, а в земле появился провал. В Барнаульском теплосетевом подразделении СГК нам подтвердили, что в этом месте в результате опрессовки порвалась труба. Устранить это повреждение и другие специалисты обещают до 6 июня. Почти на 4 рубля. Настолько за месяц в Крае выросла цена за литр бензина. И это далеко не предел, говорят эксперты топливного рынка. Общественные организации Края уже обратились к премьер-министру страны с просьбой стабилизировать обстановку. Поможет ли это остановить стремительный рост стоимости бензина и дизельного топлива, узнавала Валентина Аскерова. Цены на бензин растут даже ночью. На днях в известной барнаульской социальной сети появилось фото, на котором видно, что на 30 копеек выросла цена на бензин всего за одну минуту. Такие фото, конечно, не показатель, но то, что цена растет в ежедневном режиме, ощущают на себе все автомобилисты Края, приезжая на автозаправку. Это вопрос-то вообще, ну, бьет по карману на самом деле. Приходится заправляться, приходится ущемлять себя в чем-то другом. Детям меньше достается. Да почти на 4 рубля. Если на вот начало месяца и сейчас сравнить, значит, каждую неделю по 50 копеек. Просто безмерно подняли и все. Конечно, ужасно. А что хорошо? Ни в одной стране мира так бензин не растет. Я даже и не замечаю цены, честно сказать. Я заправляюсь и все. Но позволить себе не замечать рост цен могут не все, пока на заправочных станциях по-прежнему много клиентов. Но если цены еще взлетят вверх, возможно, некоторым придется отказаться от авто и пересесть на автобус. Специалисты говорят, остановить рост цен можно только на федеральном уровне. Если не вмешается правительство и не введет плавающий акцент на нефтепродукты, то в ближайшее время, я думаю, что понижение цены нам точно не стоит ожидать. Правительство может снизить акциз. Как я уже сказал, акцизы в цене бензина – это более 65% в цене. И, соответственно, только понижением акциза можно получить снижение оптовых цен. Пока в целом по стране прогнозы с бензином неутешительные. В соседней республике Алтай цена на топливо уже составляет 45 рублей за литр. Такая скоро будет и у нас в регионе, говорят эксперты. Чтобы решить проблему на прошлой неделе, российские общественники написали письмо Дмитрию Медведеву, чтобы он обратил внимание на топливный рынок и повлиял на сдерживание цен. Ответ пока не получен. Валентина Аскерова, Паул Ларнин. Наши новости. Валентина Аскерова, Паул Ларнин. Ее она привела его. Пройти обследование на рак предстательной железы Валерия Леонидовича потолкнула супруга, которая тоже пришла в откодиспансер проверить подозрительную родинку. Врач смотрел, сказал, что все в порядке. Конечно, в целях профилактики это обязательно нужно делать. Мы не молодеем, мы стареем, к сожалению. Болезни развиваются, поэтому нужно следить, чтобы потом... Чтобы не было поздно. Нужно все на начальной стадии ловить, а не когда уже подопрет, что деваться некуда. Рак предстательной железы занимает первое место среди онкозаболеваний мужского населения края и является одной из основных причин смертности. За последние 10 лет в регионе количество выявленных случаев рака простаты увеличилось на 138%. В год его диагностируют почти у тысячи мужчин. Преводотить мы не можем, мы можем выявить на ранней стадии. Если мы заметим хронические заболевания, то же самое предстательной железы, аденомы, простаты, то в наших силах направить этих пациентов в правильное направление. Всего в рамках акции обследовали около 400 человек. Половина участников вздохнула с облегчением, другая все же услышала тревожный диагноз. Но бояться нечего, говорят медики, теперь все эти люди под наблюдением профессионалов. Благодаря тому, что они пришли на осмотр, их шансы на долгую жизнь выросли в разы. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Наши новости. А сейчас в нашем эфире еще один сюжет о барнаульской семье. Напомним, мы запустили серию материалов о необычных семьях, которые, вопреки всем преградам и испытаниям судьбы, продолжают сохранять любовь и верность. Яркий тому пример уже известная многим семья Ревенко. Подруги спрашивали, Полина, зачем он тебе? Ты красавица, а он в инвалидном кресле. Иван Ревенко упал с крыши во время строительных работ и за травмой перестал ходить. Тогда он уже был женат, в браке появилось двое детей. Но бывшая ушла, она и в больницу приходила редко. Иван не любит об этом вспоминать, говорит, было и было. Важно, что сейчас он счастлив. Ну ничего трудного в этом нет. То есть, ну как-то просто по-другому. Ну не трудно. То есть, другое никто не нужен. Я просто поняла, вот его увидела и все. Я не считаю себя инвалидом. Я живу полноценной жизнью. Я могу даже лампочку поменять на потолке. То есть, все удивляются, как там, 2,70 потолок, как. То есть, я обычно сажусь на ручку и спокойно достаю до лампочки. То есть, руки длинные, хватает роста. 2016 год. Ей 19, ему 30. Особенный жених для семьи молодой невесты сразу стал сыном. В знак своей любви и верности они еще и обвенчались в церкви. Ведь сомнений, что всю жизнь будут вместе, у ребят просто нет. Ну, он как-то меня к дому подвез. И вышла мама в этот момент. Он сказал, здравствуйте, мама. Ну, и все так познакомились они. То есть, и там буквально через пару дней она начала называть его сыном. До болезни Иван серьезно занимался спортом. После травмы увлечения не бросил. Напротив, 6 дней в неделю посвящает тренировкам. Полина на всех соревнованиях рядом с мужем. По мнению наставника, инваспортсмена, заслуженного тренера России Андрея Подпального, успехов Иван добьется в метании копья. Если ему поставить технику, чем сейчас и занимается Матюшин Сергей Анатольевич по легкой атлетике, и тренировки правильные, то я не исключаю, что он станет лучшим купиметателем России. Не так давно на Кубке России в Сочи Иван занял второе место по метанию копья. Сейчас готовится к чемпионату России в Челябинске. 3 июня вместе с Полиной поедет в Белокуриху на молодежный форум АТР. Сегодня семья Ревенко поделилась с нами еще одной важной новостью. С ребятами связалась социальная организация «Жизнь без границ-22». Начался сбор средств. Благодаря неравнодушным людям собрали большую сумму денег для приобретения активной инвалидной коляски. Для Ивана это фактически вторые ноги. Эти ребята счастливы и считают себя совершенно полноценной семьей. Правда, пока без ребятишек, о которых мечтают и знают, что Бог обязательно даст. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Холодная погода не остановила полуношников, желающих посетить музей в необычное время суток. В субботу Алтайский край в очередной раз присоединился к всероссийской акции. Наш корреспондент Ирина Корчагина тоже была в числе посетителей и готова поделиться впечатлениями. Если и лунатить ночью, то только под модерн токен Каба и Сиси Кейдж. Владимир купил электропроигрыватель в 1986 году после работы в стройотряде. Как и в свои лучшие годы, Артур номер 6 выдерживает тяжелый рок, а его хозяин по-прежнему не приемлет МП3. Для директора музея Скор эта техника – привычный источник звука. Для гостей – экспонат. Современных зрителей фильмоскопом не удивишь. А вот взрослые находят в этом же музее свое детство. Конек-горбунок, синдбат-мореход, безбородо-обманщик. Собирались компаниями вечером, допустим, закрывали окна, включали диапроект, осмотрели. Это было очень интересно. Молодец. Собственно, имя передала. Точка-тире-точка. Азбука Морса открывается даже детям. В среднем юный радист сможет передать от 60 до 100 знаков в минуту. В эту ночь в Барнауле провели десятки мастер-классов. Всем мешки на голову! И голову спречь! Всем голову спречь! В страну чудес через горную аптеку. Ночью в музей пришло около тысячи человек. Актеры фрик-театра вместе с гостями готовили волшебный эликсир, чтобы вылечить заболевшую Алису. Давай громко, громко посмеем. Очень хорошо, очень хорошо. Надеюсь, не пронесет, но вылечит точно. Это все где-то в сердце спрятано. И наши дорогие гости, слава богу, поделились этими необходимыми ингредиентами. И у нас все получилось! Андрей Щукин не знает, какие ингредиенты входят в вишневую настойку, которую ему доверили мешать. Чиновник говорит, дома на готовку не остается времени. Но ради развития культуры признается, готов жарить, парить, не жалеть сахара для гостей в горной аптеке. Парюшку встань. Все должно стоять. Публично не варится. Степан Черномырдин сказал, что у нас в России лежать ничего не должно. Что плохо лежит, всегда стырят. Правильно? Отметает сразу. Всегда украдут. В самую культурную ночь в Барнауле работало порядка 20 музеев и творческих пространств. Несмотря на холод, на улицы вышли сотни полуночников. Не меньше, чем в предыдущие 12 лет акции. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле планируют создать команду уровня континентальной хоккейной лиги. Об этом заявил руководитель студенческого клуба «Динамо Алтай» Михаил Дроздов. Впрочем, в успехе задуманного можно и не сомневаться. Коллектив под управлением бизнесмена за последние пять лет буквально взлетел до небывалых высот. С черемонии честования триумфаторов Кирилл Политов. Говоря футбольным языком, в этом сезоне хоккейная «Динамо» оформила дубль. Сразу два кубка прямиком из Москвы доставлены в Барнаул. Один – индивидуальный заслуга игрока «Сенебелых» Ивана Переверзева. В составе отечественной дружины Иван стал чемпионом мира. Другой – за победу «Сенебелых» в первенстве страны. Я считаю, что это наша общая победа. Деления на какие-либо университеты, институты здесь не было. Выходя на лед, мы единая команда. Это, как теперь принято говорить, исторические кадры. «Динамо Алтай» в финале против заряженного «Электрона» оформляет золото. То, что до этого казалось мечтой, стало реальностью. «Динамо-чемпион» прозвучит под сводами арены в подмосковном Дмитрове. И не какое-нибудь, а именно Барнаульское. Эмоции, мы их еще до конца не поняли. На самом деле. Потому что мы шли к ней с самой первой забитой сваи. И это действительно большой был труд. Это не работа ни одного года. К этому золоту они шли несколько лет. Ближе всего были к цели в прошлом году. Оступились, досталось лишь серебро. Победный заряд удалось сохранить. Уже в новом сезоне Барнаульцы, которые в начале турнира неожиданно забуксовали, все же смогли набрать чемпионский ход. Особенно впечатляющим выглядит результат регионального финала. Один матч против гостей из «Улан-Удэ» чего стоит? Только вдумайтесь. 55-0. Как ни странно, после этого от руководителя клуба игроки получили порцию критики. Мол, не стоило так избивать слабых оппонентов, которые приехали издалека. Буря эмоций, конечно. То есть такие эмоции очень редко переживаются. То есть это ничем не купится, никакими деньгами, никакими. То есть это необъяснимо. Это просто буря. Еще ни одна хоккейная команда с Алтая не становилась чемпионом страны. «Динамо» стала. И скидку на то, что это турнир между студентами, не делают даже бывалые мэтры регионального хоккея. Все как один говорят о том, что эти ребята в разы превзошли их достижения. Уже известно, что на некоторых игроков «Динамо» всерьез рассчитывают в профессиональном клубе «Алтай». Главное теперь руководителям постараться не продинамить чемпионов. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На большей территории края дожди. Ветер юго-западный умеренный. В Олейске и Заренске плюс 17. В Бийске, Кулунде и Тальменке до 18 тепла. 24 и дождь в Рубцовске. В Барнауле тоже дождь. Ночью до 12, днем 18 со знаком «плюс». И к этому часу у меня все новости. Отличной вам рабочей недели. До встречи. Иван Усатюк на фронте 41-го года. В 44-м прямой наводкой уничтожил несколько огневых точек врага. Когда противник атаковал батарею с тыла, в упор картечью расстреливал атакующих, а затем участвовал в рукопашной схватке. В итоге уничтожил больше 70 врагов. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза.